Hello everybody, вы на плохом канале и на плохом канале вторая серия Продавец не гандон Те, кто не смотрел предыдущую серию, пожалуйста, вот посмотрите, когда продавец гандон А сегодня мы с вами будем говорить о продавцах Харлеев, которые не гандоны Хотя, в принципе, все это может относиться и к другим мотоциклам тоже Единственное, что разница в том, что Харлей легко, блин, переделать черт знает во что Потому как очень много под него всякого тюинга и прочего То есть, а под другие мотоциклы его нет, поэтому в этом разница Но то, о чем я буду говорить, в принципе, подходит под другие мотоциклы Видео достаточно долгим не будет, поэтому досмотрите его до конца Для тех, кто меня достаточно давно уже смотрит, уже в курсе о том, что я занимаюсь мотоциклами Харлей Дэвидсон из Америки, доставка, соответственно, таможня, привоз в Российскую Федерацию И последующее обслуживание и выдача клиенту в рабочем состоянии Я смотрю огромное количество мотоциклов в день обед Просто, блин, безумное И я смотрю это достаточно много лет Но я очень редко смотрю, что происходит на нашем рынке И тут вот я уделил достаточно много времени для того, чтобы, собственно, изучить Что у нас происходит, собственно, на вторую Авито Почему это произошло? Потому что я заснял вот ролик про продавцов гондонов И продавцы не гондоны начали мне писать Мы не гондоны, блин? Что такое, что вот все гондоны? Давай вот мне расскажи, какие мы не гондоны И сегодня мы, собственно, поговорим вот об этих не гондонах И они поймут, что я вообще имею, так сказать, под этим всем в виду Все дело в том, что, исходя из моего скромного опыта Достаточно большого количества мотоциклов То, что продается у нас Вот я зашел, слезы умиления, прям реально То есть, ну, разница просто нечеловеческая, реально Но это можно увидеть только, если ты очень много времени провел За изучением мотоциклов из других стран И их состояние там, да То есть, тогда будет понятна эта разница И сегодня я вам выдам аргумент, очень простой И вы тут же поймете вот эту вот разницу Чем отличается наш вот этот менталитет Подход к технике и к многому другому От другого менталитета Например, вот, собственно, американская, европейская и так далее Он у нас неплохой, он просто другой Вот, и вы сейчас это поймете, достаточно просто Так вот, начнем мы вот с чего Давайте рассмотрим, какие у нас квартиры внутри И какие у нас дома люди строят Как выглядят наши дома, да То есть, и как выглядят, например, европейские дома Вот, например, дома во Франции, там, в Америке и так далее В чем разница, спросиваю я вас И вы, может быть, сразу ее не поймете Но она лежит на поверхности Если вы строите дом где-нибудь в Америке или в Европе У вас типовой проект Если вы где-нибудь в Скандинавию строите, насколько я знаю Для того, чтобы построить дом вообще какой-либо Вам надо этот проект еще утвердить со всеми соседями Он только типовой, никакой не может быть То есть, например, я проехал, да, то есть, в Норвегию То есть, и в Финляндию Там вообще одинаковые дома абсолютно одинакового цвета Вот, вот и все, что может быть Никакой электриктуры, никаких изливств, ничего Ничего туда пристроить никак не можешь Потому что, вот, с техникой в Америке Немножечко по-другому все это дело выглядит Там что-то можно делать Но оно все равно, извиняйте, типовое Что же у нас происходит? У нас абсолютно нет этого всего типового Делают, что хочешь, люди приляпывают там, фиг знает Крыши какие-то строят, пристраивают сарай Там, это сам вход, выход, как черная Как те, кто покупал дома или там смотрел квартиры Вот, какие у нас сдают, например Очень легко меня поймут, что это такое Когда пристроил чулан, а здесь был вход Вот, потому что я так вижу Из техника, ребята, у нас точно так же Ну, а как, это же продолжение То есть, единственное, что с автомобилей Этого всего дела нету Одно время был какой-то бум Что-то кто-то приделал Конгурятники какие-то там, что-то там прикручивал Вот, все это дело торжественно ушло в небытие Ну вот, а вот с мотоциклами Как раз вот этот менталитет И продолжает место быть Как это выглядит? Давайте просто рассмотрим, что пишут люди в объявлениях То есть, они-то думают, что это хорошо, понимаете? То есть, с их точки зрения Когда он, например, там перебрал двигатель Или, например, считает, что там все круто И он вообще все там делал И ему делал там, например, его лучший друг Вася Это круто, это вообще, то есть, как бы он молодец А с точки зрения покупателя Ну и как бы моего скромного опыта, да? То есть, просмотр мотоциклов Это просто, ну, какой-то человек непонятный влез туда И самое интересное, что есть завод, да? То есть, есть завод То, что выпускает завод Там, то самое, рекомендованный производитель Ну, слышали такие фразы, наверное И, соответственно, это тестируется определенным образом То есть, сочетание там механизмов А когда туда влез даже очень хороший То есть, человек, который прям все знает Допустим То он там что-то поменял Вот И как это теперь работает, непонятно То есть, по сути, на мой взгляд Наш вот этот рынок, да? То есть, вот на мототехнике Это рынок кастом-проектов В каком-то смысле То есть, то, что человек просто там Какой-то индивидуально что-то там сделал Чинил индивидуально Ремонтировал Что-то там в нем менял И он это видит Как что-то очень ценное Потому что он действительно считает себя Например, каким-то специалистом А может быть, он врет Напишите в комментариях Так ли это? Вот А со стороны это выглядит Как вот именно такой Совершенно непонятный кастом-проект Поэтому Вот Донести человеку Который иногда спрашивает Вот как бы Допустим Вот я купил мотоцикл В его представлении Это очень хороший мотоцикл Потому что он, во-первых Не понимает ничего Сорян Вот Или он, допустим, мытый И ему сказали, что все как бы клево И он на нем ездит Например, месяц И ничего не происходит Он же как бы Ну С его точки зрения Он же нормальный Вот А с моей точки зрения Это, ну Кобздец Вот Поэтому я-то смотрю С своей точки зрения Сорян Поэтому Когда я подбираю мотоцикл Я вот все это дело учитываю Да, то есть И Мы обслуживаем Мы выдаем человеку Готовый мотоцикл Вот у меня вот люди Ну Продавали Вот я, насколько знаю Я, конечно, могу ошибаться Не всех переспрашиваю Но я через два Через три года мотоцикл Там, допустим, приводим Через четыре года Спрашиваю человека Ну как? Вот Ну продают Ну единицы Продают по той Обычной причине Что просто хотят Другой мотоцикл Потому что это Как бы Ну, например Спортер Продают Да, то есть Потому что Например Он и не не подошел То есть Я просто обычно предупреждаю Что если это спортер Это, ребята Динамичные езды Не-не-не-не-не Окей Хорошо То есть Он поездил Ну, как бы Да, все Давай я что-нибудь Другое буду смотреть Вот так вот А чтобы Ну, в смысле Бывает так А чтобы, например Туринги какие-то Там, например Продавали Я вот что-то даже Не припомню Вот То есть Ну, там Фатбой какие-нибудь То есть Вот человек купил И ездит на нем Он покупает Второе Например, третье Он же люди покупает Вот А то, что касается Когда человек Продает вот этот Свой кастом проект Он, допустим Купил вот там Где-нибудь там В Беларуси Кто-то там Восстановил Из чего-то там Непонятного Вот он выглядит Непонятно как Он его купил Сам что-то сделал Он считает Что это круто Ну, а со стороны Это не круто Естественно Я не буду приводить Ну, примеры Фотографии какие-то Потому что Ну, это как бы Некрасиво Зачем мне Обсерять какие-то Мотоциклы Я просто Выдержки Из того, что Люди пишут Приведу Чтобы был понятно Сделан тюнинг Двигателя Первого уровня Или стейдж 1 Неважно Едет Очень бодро Человек-то считает Что Это ж круто Он же хотел Как Вот Как лучше А это Опять кастом проект Что он там делал Для чего Зачем это надо То есть Вот Моя точка зрения Вот то, что у нас приезжает из Америки Приезжает, соответственно В сервис Я же вижу, что приезжает Вот чтобы там Америкосы вот такое меняли То, что не особо надо То, что Ну, как бы Непрактично Это, ну, прям Реальная редкость То есть Есть действительно Разогнанный мотоцикл Как-то там Дайны, стритглайды Их там действительно Часто разгоняют Но чтобы вот Например В Роткинге Там кто-то что-то менял Ну Или в Софтейле Ну Это прям реально Достаточно большая редкость То есть Ну, не знаю Там на 100 мотоциклов Может один То есть И при том При том, что Их там неделю продается Больше тысячи Понимаете То есть Вот Сколько я мотоциклов видел У нас же человек Улучшает то, что Можно улучшить А не то, что Как бы ему надо Понимаете Подход совершенно другой Он-то считает, что это круто А так Опять Это Кастом проект Снизил цену Пока в продаже Есть интересующий Меня мотоцикл Вот У меня вот этот Непонятный аргумент Ребята Зачем вы его пишете Совершенно Ну Неясно Это значит, что Понимаете технику Ну, страны Так выглядит И Ну Ваши отношения Скорее всего К ней Не очень Поэтому Лучше Не надо Вот такого Указывать Мотоцикл Обслужен Свежие свечи Ну Прикольно Встречается Свечи меняются Ну Там Не знаю Раз в миллион лет Это как бы Непонятно Зачем Окей Ладно Ну Не аргумент Точно Совершенно Новое сцепление Если стоит Новое сцепление То Его кто-то сжег До этого Меняет сцепление Ну Раз в миллион лет Ребята Если вы Указываете Такой аргумент Ну Если Соответственно Другая сторона Такое читает То Соответственно Это мотоцикл На котором Жгли Поэтому Его поменяли И человек Купил Жженный Мотоцикл Вот И соответственно Опять таки Поменял сцепление Это как бы Неположительный аргумент 300 километров назад Обслужен И почищен Карбюратор Человек считает Что это какой-то Плюс А реально Это Никакой не плюс Кто Его Настраивал Не Можно узнать То есть Вот В Москве Например Настраивает Один единственный человек Рома Фиксер Больше Никто Не настраивает У вас Есть Газоанализатор Как Его Настраивали И Зачем Главное Его Настраивали Что Он Как То Неправильно Работал Поэтому Ну Как Это Точно Не Аргумент Прозведено Много Улучшения Для удобства Вашей Эксплуатации Другому Человеку Это Абсолютно Не нужно Это Вложил Деньги Он Хотел Как Лучше А Это Опять Кастом Проект Совершенно Непонятным Результатом Тоже Понравился Аргумент Никаких Кривых Рук В моторе Не было Чтобы Так Утверждать Надо Просто Разобрать Мотор И Посмотреть Что Там По Другому Ты Никак Не Поймешь А Если Ты Разобрал Почему Все Должны Уверены Что У тебя Сумов Руки Не Руками Это Значит В каком Состоянии Ты Был Что Ты Все Перебирал И Чего У тебя За руки Такие Почему Для Человека Которые Это Объявление Читает Это Должно Быть Аргумент То 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 Каким Плюсом О том Что Вот Это Круто А Это Совсем Не Так Вот Поэтому Со стороны Наш Удивительный Рынок Он Выглядит Для Меня Для Человека Который Смотрит Другие Рынки Вот Таким Удивительным Кастом Образом Поэтому У нас Это Не То Что Кот В Мешке Это Такой Ну Прям Кастом Видение Такой Безусловно Во Все Есть Исключение Вопрос Только В том Что Понимаете Даже Если Мы Видим Продавца Негандона Представьте Он Есть Это Прекрасно Но Для Чтобы Найти Надо Перелопатить Вот Столько Вот Этого Всего Дела И То же Самое Безусловно Из Америки Тоже Приезжает Иногда Достаточно Странный Мотоцикл Правда Они Достаточно Старые Просто Такая Вот Исс Ис Мой Взгляд То Что Мы видим Последние Два Года Все Таки Там Ситуация Похуже Вот С деньгами Это Раз Становится Вот И Люди Которые Едет На Старых Мотоциклах Я так понимаю Что у них Просто Доход Невелик Вот Поэтому Там Бывают Такие Интересные Приколы Вот Но В целом В общем Обычно Это Мотоцикл Нормально Обслуженный Понимаете По Системе Как По Проекту Дома Из Нормальных Запчастей На которых Никто Не Экономит Вот И Сделано Это Дело Не Как Б В гараже У дяди Васи Вот А Человеческим Образом Из того Что Приезжает То есть Например Если Брать Там Ну Как Пример 88 Мотор Где-то Через Раз Там Ну Стоит Гидравлический Матяжитель И Маслоплита Поменена То есть Для нас Это Ну Такой Достаточно Большой Апгрейд В нашей Группе Спрашивали Кстати Не забудьте Туда вступить Вот Она Группа Харлей В Ребаде В Телеге Меня там Можно спросить Она тоже Есть Без проблем Так вот Меня вот Спрашивали По поводу Скоростных Улучшений Это опять То же самое То есть Мы пытаемся Улучшить Вообще Все То есть Ну Мы максималисты Вот В нашей стране Это Неплохо Нехорошо Ну Как Есть А У них Это Дело Делается Только То Что Действительно Конкретно Что-то Человеку Надо Для манеры Какой-то Езды Не просто Я хочу Все улучшить А вот Мне Допустим Надо поставить Сцепление Вот такое И все И больше Ничего Вот А мы Пытаемся Поменять Все улучшить Чтобы все Быстрее ехало Чтобы все было лучше А у них Это Ну Если есть Ну Наверное Единицы Вообще За все время То же То есть То есть Есть Скоростные Мотоциклы Которые Действительно Очень сильно Все там Что самое забавное Что Их у меня Клиенты Выбирают Очень редко Они хотят Сток И Напоследок Вот И здесь Когда люди Ищут мотоцикл На вид Автору Они ищут Тот же самый Мотоцикл Близкий к стоку Или сделанный Как бы По-человечески Да То есть Она ходит Вот эти вот Кастом проекты О которых Сегодня Я вам Рассказал Сделанный Может быть Даже и Очень хорошо Но Переделанный Этот Гребаный Сток Вот Подписываемся На канал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому